Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Начнем с погоды. Весна не дает расслабиться, слякать снег, порывы ветра, гололед. Все это в полной мере на праздничной неделе смогли прочувствовать на себе жители края и его столицы. В Барнауле только 8 марта из-за гололеда около 10 человек обратились с переломами в травмпункт. А следователи начали проверку по факту падения и тоже 8 марта льда на девочку-подростка в Барнауле. С крыши дома на проспекте Ленина 149 на 13-летнюю школьницу рухнул кусок льда, когда она проходила мимо. В результате пострадавшая получила травму головы. Как сообщают в Следственном комитете, сейчас специалистам предстоит установить обстоятельства, при которых пострадала несовершеннолетняя, а также круг лиц, отвечающих за содержание кровли жилого дома. По результатам проверки, уточняют в краевой прокуратуре, дадут оценку деятельности управляющей организации и органов местного самоуправления. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах края из-за непогоды тоже увеличилось, благо обошлось без пострадавших. Ну а мы дорожную тему продолжим. С 1 марта изменились правила проезда перекрестка с кольцевым движением. В изменениях говорится, что теперь перед заездом на кольцо нужно смотреть на знаки приоритета. Однако водители, в частности барнаульские, и так на них смотрят. Тогда в чем же изменение? И как сегодня нужно ездить по круговой развязке, чтобы не получить письмо счастья, узнавала наша съемочная группа. С 1 марта изменились правила проезда перекрестка с кольцевым движением. Вот, например, при въезде в кольцо мы видим знак приоритета – уступить дорогу. Уступаем, ждем. Кольцевое пространство освободилось от машин, заезжаем на кольцо. Ничего нового. В барнауле такая схема движения как действовала, так и будет действовать, пояснили в госавтоинспекции. Тогда в чем же новизна? По сути, ни в чем. Формальные правила всего лишь узаконили юридически, поясняют инспекторы. На всех перекрестках кольцевая проезжая часть является приоритетной по отношению к другим проезжим частям. С введением изменений в правила дорожного движения Российской Федерации организация дорожного движения на данных перекрестках меняться не будет. На сегодняшний день на кольцах барнаула сохраняются действующие правила проезда. Подъезжая к кольцу, водители, так же, как и ранее, должны обращать внимание на знаки приоритета. Водителям нужно помнить, что с 1 марта нужно внимательно смотреть на дорожные знаки. Если знаков приоритета нет, то первыми едут те, кто на круге. Если при въезде на круг стоит знак «Главная дорога», уступать должны те, кто движется по кольцу. Последняя схема движения по кольцу характерна, к примеру, для Новосибирска, не для Барнаула. В Барнауле обустроены пять перекрестков с кольцевым движением. Малахова Юрина, Малахова Антона Петрова, Малахова-Власихинская, Исаково-Телефонное, пересечение из Миногорского и Южного трактов. Соблюдают ли барнаульцы правила проезда, спрашиваем у водителей. Некоторые ответили с юмором. Мне кажется, просто надо быстрее проезжать, прям боком, 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 заходить в кольцо и выскакивать как можно быстрее, чтобы не создавать пробок. Достали пробки. Ездить надо быстрее, ездят очень медленно, надо быстрее ездить. А вообще схема проезда по кольцу, она поняла? Схема проезда стала та же принципиально. Кто быстрее проскочит, тот и молодец. Есть вообще какие-то сложности проезда по кольцу? Нету. Подъезжаете к кольцу и как едете? Уезжаем на правую полосу и пошли. И съезжаем по крайней правой полосе. Правда, некоторые автоэксперты в очередной раз призывают к бдительности на кольцевых развязках. Проезжать их нужно не торопясь, едва ли не пешком, чтобы в случае аварийной ситуации успеть вовремя среагировать. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Продолжим. Барнаульцы все чаще смотрят в сторону частных домов. Такой тренд эксперты отмечают в последние годы. Почему жители многоквартирных домов переезжают в коттеджи? Об этом шла речь на встрече, которую провели сетевое издание «Толк» и «Бизнес. Журнал «Автограф». Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Жить в студии втроем, два месяца не выходя из дома, ну это ад кромешный. Именно пандемия заставила барнаульцев по-другому взглянуть на загородную жизнь. Точнее стало спусковым крючком. В центре «Мой бизнес» эксперты обсуждают, что раньше жители многоквартирных домов не позволяли себе даже смотреть в сторону коттеджей. Сегодня свой дом перестал быть роскошью, уверены спикеры. Конечно, жилье за городом имеет свои минусы. Но, как считают эксперты, сегодня в частном доме стало проще жить за счет автоматизации процессов. Технологии позволяют автономно топить, это там ни дрова, ни уголь, ни таскать. Технологии позволяют ставить там условно водоотведение, септики, которые не требуют выхода на улицу. Простота использования частного дома, она повысилась и, соответственно, привлекательность стала гораздо больше. Еще один важный аргумент в пользу покупки и строительства дома – приемлемая цена и понятные платежки. Женщины в возрасте, особенно пенсионерки, они говорят, ну, наверное, нам пора избавляться от трехкомнатных квартир, потому что мы своей пенсией не тянем коммунальные платежи. Но и семья, которая платеж по ипотеке, плюсом идет, поэтому они говорят, лучше мы в частном доме, ну, в коттедже, да, в своем будем жить и регулировать отопление. Есть круг платежей, которые, ну, у меня, например, вызывали всегда вопросы, там, текущее содержание, значит, ТДМ, все прочее, значит, такие спрятанные деньги, капитальный ремонт затраты, когда он будет непонятно. А здесь ты платишь за себя и платишь гораздо меньше. Кстати, эксперты советуют при покупке или строительстве дома уже заранее задаваться вопросом, «А как я его буду продавать?» Именно поэтому стоит отказаться от башенок и прочих визитных карточек из 90-х. Другими словами, строить наперед, думая о том, как дом будет смотреться через 10 лет. Если раньше люди строили дома по 200-300 квадратов, это было, ну, как бы нормально. То есть сейчас все понимают о том, что можно в нормальной площади, я имею в виду, порядка 100 квадратов, да, то есть относительно небольшую, вместить абсолютно все, что будет удобно, комфортно, в принципе, для проживания. Кстати, обсуждение в таком формате – это новый проект сетевого издания «Толк» и журнала «Автограф». Время трендов. На следующих встречах спикеры из разных сфер будут обсуждать веяние в мире инвестиций, моды, строительства и не только. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Под Барнаулом может появиться новый город. По крайней мере, обсудить эту возможность жителей призывает один из общественников. Речь идет о рождении крупного населенного пункта на базе уже существующих поселков – Санниково, Фирсово и Лесново-Бобровского сельсоветов. Почему возникла такая идея и действительно ли скоро у нас появится второй на Волтайск, узнавала наша съемочная группа. Какие-то участки в этом поле достаточно большие, да, они уже выкуплены. Пока речь идет по информации СМИ о среднеэтажной застройке. Это 5-8 этажей. Перспектива потануть на фоне многоэтажек все больше пугает жителей Фирсово, Санниково, Леснова. На днях их переживаний озвучил местный общественник Алексей Шипунов. Говорит, в последние годы поселки растут не только вширь, но и ввысь. Он предложил идею слить населенные пункты в новый город, чтобы жители могли вместе решать важные вопросы. Строить ли высотки или не строить, и, насколько я понял, основной довод жителей, что они сюда приехали именно за тишиной, и им не хотелось бы сюда переносить городскую суету. И вот я считаю, что придание новому статусу этим территориям, оно, по крайней мере, должно способствовать тому, чтобы жители более уверенно могли заявлять о своих правах. Речь идет об огромной территории. Если смотреть по карте, то площадь объединенных поселков едва ли не сопоставима с Новоалтайском. И вряд ли под боком краевой столицы такую территорию отдадут под частный сектор. О застройке другого берега в Барнауле говорят много лет. В поисках новых земель идут уже за обь. А чистый, солнечный и пока тихий пригород имеет все шансы стать спальной рублевкой. Но городом ли? Численность трех поселков больше 5000 человек, а город начинается с 20, объясняет архитектор Андрей Таджанов. Речь об экономике. Чистить улицы для города с плотностью 70 человек на гектар экономнее, чем из расчета 5 на гектар. Особые требования к социальной структуре, особые требования к инженерным структурам, особые требования к рекреации и, скажем, к транспортным. Это не может быть одна маршрутка, которая ходит из города и доезжает до Фирсова и считать вот это транспортной структурой. По словам общественника Алексея Шипунова, его идея пока не вызвала никакой реакции. Но жители Фирсова, Санникова и Леснова готовы обсуждать свое будущее и назваться как угодно, если это сможет обеспечить комфорт, за который они, собственно, и платили, покупая землю. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Лето близко. 1 апреля в Алтайском крае стартует продажа путевок в загородные лагеря. В Барнауле уже началось бронирование на летние смены. Но во сколько обойдется отдых детей, можно ли будет получить компенсацию и сохранится ли детский кэшбэк, расскажем сюжет. Наталья – мама подростка, который каждое лето на несколько недель уезжал в загородный лагерь. Но отдых в этом году пока под вопросом. До пандемийных годов это были три недели отдыха детей в лагере, а сейчас это даже не две недели, а фактически 13 дней. Стоимость путевки – ну вот 28 тысяч, минус субсидия алтайских краевых властей. Ну то ли она будет, то ли ее не будет. 50-ти процентный кэшбэк, краевая либо муниципальная субсидия, благодаря этим мерам поддержки, говорят и родители, и специалисты в области детского отдыха, он стал доступным в последние годы для большинства россиян. Но в феврале этого года федеральные СМИ массово заговорили об отмене кэшбэка. Туристический кэшбэк за поездки по России, а также детский кэшбэк в привычном виде не вернутся, сообщили известием в Центре стратегических разработок. В бюджет на 2023-2025 годы средства на программу не заложено. Сама она изначально рассматривалась как временная антикризисная мера на период пандемии и начала СВО, пояснили в Минэкономразвитии. Вернут ли кэшбэк, станет известно до конца марта. Сейчас этот вопрос обсуждают в Совете Федерации. Не исключено, предполагают эксперты, что программу серьезно пересмотрят, то есть сохранят меру поддержки только для определенных категорий населения, малообеспеченных семей и детей-участников СВО. Скорее всего, такие льготы будут действительно, но что касается общего распространения на все население, мы, конечно, надеемся, что он останется, потому что это действительно хорошее подспорье и возможность для родителей оздоровить своих детей в летний период времени. Сами знаем, ситуация экономическая, политическая, не совсем благоприятна, да, действительно складывается для поддержания всех вот этих социальных инициатив. При перезапуске кэшбэка эксперты не исключают снижение спроса на загородный отдых. А между тем, с сегодняшнего дня началось дистанционное бронирование на летние смены муниципальные лагеря Барнаула. Спрос у родителей на сегодняшний день, мы видим, что он есть. То есть звонков очень много, поэтому то, что родители будут приобретать путевки, то, что летние смены состоятся, это да, не состоятся. В каком объеме, ну, время покажет. Предварительная стоимость есть, в районе 27 тысяч рублей путевка будет стоить. То есть это совершенно неподъемная цена, и я так понимаю, что сейчас говорят о том, что продажи увеличились до 47 процентов, но это все брони. То есть вот у нас в коллективе, куда ходит мой ребенок, то есть это все бронь. Не факт, что еще люди выкупят эти путевки и поедут в эти лагеря. По сравнению с прошлым годом, средняя стоимость путевки на отдых в загородном лагере возросла на 3300 рублей. Впрочем, окончательную стоимость, как и перечень льготополучателей, определяют 9 марта на заседании краевой межведомственной комиссии. Обещают сохранить краевую и муниципальные субсидии для бюджетников. Их размеры тоже утвердят. Всего в этом году в крае будут работать 54 загородных лагеря, в том числе 7 в Барнауле. По предварительным прогнозам, они примут 18 тысяч воспитанников, в то время как в прошлом году в них отдохнуло около 70 тысяч детей. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители соседнего с Барнаулом Новосибирска столкнулись с нехваткой Виагры в аптеках. Совсем недавно стало известно, что знаменитый препарат от американской компании покинул российский рынок. Эта новость заставила мужчин закупиться впрок. Спрос на препарат вырос на 50%. Для Алтайского края, как и в целом для страны, вопрос мужского бессилия актуален. Врачи говорят, что к ним приходят не только 70-летние, но и 20-летние пациенты. По статистике, в России эректильная дисфункция страдает более 30% мужского населения. Причем реальная цифра может быть еще больше. По словам медиков, далеко не все мужчины готовы прийти к врачу. Многие принимают препараты для мужской силы бесконтрольно. Хотя, по идее, подобные лекарства должны продаваться по рецепту. Как у нас мужчины обследуются, это тоже отдельный вопрос. Потому что не каждый готов поделиться. Он не разобрался в причине, откуда у него эректильная дисфункция. Он будет увеличивать дозу. То есть уже он дойдет до того, когда ему дозы уже будет недостаточно. И у него уже действия этого препарата просто действовать не будут. Кстати, только врач сможет определить, в чем причина мужского бессилия. Это могут быть проблемы с венами, артериями, гормонами. Но также это могут быть, особенно у молодых мужчин, психогенные факторы. У нас есть аппарат Андроскан. Мы измеряем ночные эрекции. У него ночные эрекции сохранены. Значит, нет проблем с венами и артериями. Значит, у нас проблема какая-то психогенная. То есть надо исключать психогенный фактор. Это психолог. Отправим психолога на консультации. Вернемся к нашей Виагре. К счастью, мужчин еще 5-6 лет назад в стране активно занялись импортозамещением известного препарата. В Минздраве сообщают, что сегодня в аптеках достаточно препаратов с действующим веществом силдинофил. Именно оно и вызывает тот самый эффект, которого хотят добиться мужчины. В целом, я не считаю, что какая-то есть сложная ситуация с этим фармацетическим продуктом. У нас на сегодняшний день 36 компаний отечественных фармацетических, которые занимаются производством силдинофила. Даже у нас на территории Алтайского края есть производители силдинофила. Мы выписываем химическое название. Наши пациенты вправе сами выбрать в аптечной сети, какой из препаратов им выбрать. Отечественный, зарубежный. Абсолютно заменяемый препарат. Если бы это случилось, наверное, лет, так может быть, 10-15 назад, ну да, наверное, это было бы сложно. А сейчас нет. Кстати, в аптеках Барнаула еще есть препарат для мужской силы зарубежного производства. Но даже когда он пропадет, мы знаем, что это не повод опускать руки. Мошенники стали активно использовать мессенджеры для своих уловок. Барнаульцы пожаловались на жуликов, которые звонят по WhatsApp или Telegram. Кстати, я сама не так давно едва не попала на их уловки. Аферисты ставят на аватарки логотипы банков, чтобы развести доверчивых граждан. Мы поговорили с сотрудником Банка России, который рассказал о новых схемах мошенничества, а также дал подробную инструкцию, что делать, если вам звонят якобы из службы безопасности банка. Каждый год мошенники придумывают все более изощренные способы обмана. Могут ли они, например, звонить через мессенджеры? Если, например, даже в мессенджере стоит аватарка, как логотип банка. Это один из путей, по которому мошенники связываются с нами. Сейчас и мы, как Банк России, и правоохранительные органы, и операторы мобильной связи занимаются предотвращением нежелательных звонков. Соответственно, там у них есть дополнительные фильтры различные, которые мошенникам мешают позвонить нам и заняться своими черными делами. А в мессенджерах таких фильтров нет, и поэтому это дополнительный инструмент, которым они начали активно пользоваться. Очень частый вопрос. Вообще могут ли позвонить из банка и сообщить, что мошенники пытаются воспользоваться лицевым счетом человека? Вообще могут ли позвонить человеку из банка с таким сообщением? Большая часть мошенничества, которое происходит, оно происходит по такому сценарию, когда, собственно, якобы работник банка звонит потенциальному потерпевшему и начинает его раскручивать на то, что вот сейчас с вашего счета кто-то пытается украсть деньги и рассказывает, что якобы нужно сделать человеку, чтобы их сохранить. Но при этом банки должны мониторить те операции по картам, которые проходят у всех людей на предмет выявления нестандартных операций, то есть как раз тех операций, которые похожи на мошеннические. И в том случае, если банк видит, что, ну вот, например, вы только что ходили в магазин, покупали хлебушек и внезапно происходит попытка совершить транзакцию, ну, например, из другой страны. Соответственно, это очень подозрительная операция. Банк ее блокирует и звонит вам, обычно это робот, и спрашивает, вот такая-то конкретная операция, вы ли ее сейчас производите. При этом очень важно помнить, что в этом звонке с вас не запрашиваются никакие данные ваши личные, то есть никакие коды подтверждений, ни данные карт, никто не должен спрашивать. Если вдруг в таком разговоре вы слышите, что у вас просят какие-то коды подтверждения, подтверждения, либо данные вашей карты, то тут же должны вы разговор завершить. Смотрите, я подтверждаю, что это я, а если бы я сказала, что нет, это не я, это не я сейчас провела такую операцию. Дальше какой порядок действий? После этого вы завершаете разговор и самостоятельно должны перезвонить в банк ваш, в котором, собственно, происходит что-то нехорошее, и сообщить уже в контактный центр, что сейчас вот мне предупредили, что происходит какая-то операция, я ее не делала, и уточнить, все ли у вас в порядке. Какие новые схемы сейчас используют кибермошенники, помимо вот мессенджеров, как мы уже сказали, на что людям стоит обратить внимание? Интересная схема не так давно появилась. В различных людных местах мошенники могут размещать QR-коды с информацией о якобы каких-то льготах для определенных лиц, либо каких-то подарках, возмещениях, участии в розыгрыше. Если человек, соответственно, этот QR-код считает, он может попасть, ну, здесь опять мы вернемся к мессенджеру, скорее всего, в какой-то чат, где с ним начнет уже мошенник общаться. А человек будет думать, что он попал в какую-то легитимную организацию, которая действительно ему что-то хочет предоставить. Мошенники постоянно каким-то образом изменяют эти схемы все свои, но идея в основном такая, то есть они выходят на вас, либо начинают вас пугать какими-то вещами, то есть о том, что сейчас кто-то ворует ваши деньги, кто-то сейчас пытается оформить на вас кредит, либо, например, Росфинмониторинг увидел, что у вас подозрительные операции по счетам, наверное, вы пытаетесь финансировать каких-то террористов. Соответственно, они вас запугивают, и вы на эмоциях поддаетесь на дальнейшие их уловки. Есть вообще какой-то простой и надежный способ, чтобы определить, что мне звонит действительно мошенник? Ну, во-первых, если в процессе разговора вы услышите словосочетание наподобие «защищенный счет», «безопасный» или «единый счет», вот тут вы точно сразу знаете, что однозначно вы разговариваете с мошенником, это во-первых. Во-вторых, мошенники пытаются вас вывести из равновесия, как раз напугать, обрадовать чем-то, при этом не дать вам возможности подумать, то есть если это вдруг речь идет о каком-то призе, то это срочно, только сейчас, иначе вы свой шанс упустите. Если пугают, то могут сказать, вот сейчас, если вы нам не поможете, в отношении вас будет заведено уголовное дело какое-то. Ну и, к сожалению, если человек пострадал, перевел деньги мошеннику, то банк ничего не возвращает. В большинстве случаев это действительно так, потому что человек самостоятельно перевел деньги мошенникам, либо отдал, либо передал все реквизиты для того, чтобы мошенники сами могли воспользоваться его картой, либо его системой интернет-банк. Сейчас Банк России выступил с несколькими инициативами для того, чтобы эту нехорошую, так сказать, ситуацию переломить. Одна из этих инициатив – это ввести так называемый период охлаждения. Сейчас законопроект направлен в Госдуму. Там предполагается, что Банк России, у нас есть специальное подразделение, которое занимается сбором информации о тех мошенничествах, которые происходят. И, соответственно, к ним попадает также информация о тех счетах, которые используют мошенники. Эту информацию планируется передавать в кредитные организации, в банке, для того, чтобы они использовали ее для анализа тех операций, которые происходят. И если банк увидит, что в адрес какого-то счета, который есть вот в этой базе, мошеннического счета, переводятся деньги, то банк блокирует этот перевод на двое суток. И если человек не опомнится, то этот срок ему дается для того, чтобы человек мог подумать, понять, что, наверное, он делает что-то не так. Ну и давайте в конце резюмируем. Вот еще раз инструкция. Звонит мне якобы сотрудник банка, говорит, что с моего счета пытаются сделать какую-то подозрительную операцию. Наверное, первым делом вот можно даже просто сбросить и перезвонить на горячую линию банка. Это самый правильный вариант действий. То есть вы берете, трубочку кладете, не общаетесь с этим человеком и перезваниваете в свой банк. Во-первых, сообщаете, что произошло, уточняете, все ли у вас хорошо. Вам, скорее всего, скажут, да, все в порядке. И попросят уточнить вот этот номер телефона, откуда вам звонили, собственно, для того, чтобы его потом внести в базу, чтобы с него больше не могли никому дозвониться. Ну и, в принципе, разговаривать долго с мошенниками смысла нет, потому что, если вы будете с ними долго разговаривать, даже если вы знаете, что это мошенники, вы можете случайно какую-то информацию им сообщить, которую они смогут использовать позднее. Например, при разговоре, если они дозвонятся до ваших родственников. Поэтому самый правильный вариант – это просто положить трубку, добавить этот номер, возможно, у себя в черный список, чтобы вам снова не перезвонили, и связаться с вашим банком, сообщить о том, что сейчас у вас пытались похитить деньги, но вы молодец, вы не поддались. На этой неделе женщины принимали поздравления с Международным женским днем. Наш следующий сюжет – красивой, сильной и многозадачной Лилией Сахаровой. Днем она помогает обнаружить онкологию, а вечером курирует сбор медикаментов и денежных средств для покупки аппаратов ЭКГ. Почти полгода барнаульский врач УЗИ ведет переговоры с благотворителями, поставщиками, командирами медицинских подразделений, чтобы ушедшие на спецоперацию с точки зрения медицины ни в чем не нуждались. 15 человек в день, и с каждым предельно внимательно. Щитовидка, внутренние органы, суставы. Лилия Сахарова ищет заболевания на начальной стадии и при самом страшном не бросает пациента одного. Много и онкологических больных, буквально и 20-летние, и 30-летние. И да, разные процессы по стадии запущенности, поэтому, конечно, приходится и поддерживать, и настраивать. Тут нужно бороться. Борется за жизнь она не только в своем кабинете. В октябре знакомая включила ее в небольшой чат. В нем они начали сбор самого необходимого для мобилизованных. А спустя несколько недель их было уже 7 тысяч человек. Речь идет об общественной организации «Добрая воля-22». Сначала шок и стресс, говорит Лилия. А спустя полгода каждый организатор курирует свое направление. За ней в госпитале. Мы собираем от шприцов, закупаем, до электрокардиографов, до дефибрилляторов. А обезболивающие, перевязка нужны всегда, говорит Лилия. Она держит прямую связь с военными госпиталями. Отдельное спасибо. Мы ценим ваш труд, ваше старание, ваше время. Когда идут вот такие грандиозные сборы, это вообще вплоть до ночи и с самого утра идут переговоры с поставщиками, с закупщиками, с районами, с командирами медицинских подразделений. То есть это постоянно вот такая работа, очень большая работа на самом деле в телефоне. Временами сильно устает, признается врач. Но эта задача, ее нужно выполнять. Периодически к ней попадают мобилизованные, и каждому она желает поскорее вернуться. А женщин накануне 8 марта призывает к балансу. Брать на себя то, что ты можешь подтянуть. Без ущерба для семьи, без ущерба для здоровья. То есть, ну и, наверное, верить. А пока она очень верит в земляков и в то, как в крае сплотились ради поддержки мобилизованных. Это носки, которые связали для бойцов. Они невысокие, подбирцы. Сейчас любая помощь, уверена Лилия Сахарова, на вес золота. Всем огромное спасибо. Все вернемся. Следующая история уже стала настоящей легендой. Я о спасении раненой лошади, которую сбил автомобиль в Краснощоковском районе, и ради которой была развернута целая спасательная операция. Лошадь пошла на поправку. Леди-легенда успешно перенесла операцию и уже начала ходить. О шансах на полное выздоровление узнавала Валентина Аскерова. Привет. Ой, все хорошо. Все, мы встали. Я зайка. Мы встали. Еще не уверена, но уже четырьмя ногами чувствуют землю. В конце января в Краснощоковском районе лошадь попала в ДТП. Открытая рана ноги. Шесть суток неравнодушные волонтеры-медики пытались забрать животное с мороза и начать лечение. Но не могли. Там целая операция была по спасению. Изначально ее с поля вывозил Роман Дроботов со своей супругой и с другими жителями Краснощоково села. Там, где она, собственно, после ДТП и стояла. Более шести суток голодная, на холоде, то есть с открытой раной ноги. Сотрудники ГИБДД по непонятной причине запрещали забрать лошадь с места, ссылаясь на то, что якобы она участник ДТП. На самом деле это никак не связано с нормой закона. И я вынуждена была обратиться с жалобами в соответствующие органы. После спасения молодую лошадь, ей нет и двух лет, приютила медсестра Наталья. Начались уколы, перевязки. Некоторые поставили крест на кобыле, мол, открытый перелом фатален для лошади. Но новосибирские специалисты подарили надежду. Как сказала Наталья Владимировна при осмотре, то есть оторванная часть ноги была абсолютно живая. И копыта, и кровоснабжение не было нарушено, поэтому шансы были. В правиле сустав лошадка встала на ноги. Изможденное животное начало поправляться. Уже плюс 70 килограммов. Это для нее лакомство, да? Да. Она радуется. Бородку делает. Ела, ела, ела. Она такая изголодавшаяся была. На днем и ночью ела. А что ее любит больше всего? Морковку любит, кашу любит, овес любит. Пакетом зашуршиш, она уже сразу где, кто. Вкусняшки, еда, медикаменты, марли, бинты. То, что сейчас необходимо для лечения и восстановления леди-легенды. Такую кличку дали девочки. Впереди у нее еще одна операция и долгие месяцы восстановления. Посильную помощь может оказать любой из нас. Реквизиты на вашем экране. Ну а что касается полноценного выздоровления, то оно возможно. Скакать, конечно, вряд ли получится. Однако ходить легенда однозначно будет. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. И в завершении выпуска романтическая история. Она русская, он китаец. Такой семейный союз для нашего края скорее исключение, чем тенденция. По статистике, в крае на 15 тысяч зарегистрированных браков в год приходится не более одной русско-китайской пары, сообщают в региональном управлении юстиции. В этом году первыми такими брачующимися стали супруги Янь. Как и не зная русского, студент из Поднебесной женился в Барнауле, расскажет Анна Аршагирова. Их пара не похожа на другие. Она живая, светловолосая русская девушка. Он типичный представитель китайской культуры. Улыбчивый, но сдержанный юноша. Познакомились Юй Тин и Екатерина в ВУЗе. Он приехал изучать в Барнаул русский язык и потому знал только несколько слов. Чтобы помочь таким студентам адаптироваться, в университете им назначают помощников, которые владеют английским. Так Екатерина и по сей день объясняет Юй Тину тонкости русскоязычного мира. Правда, уже в качестве жены. Катя очень умная. А еще у нас есть много общих интересов. Например, компьютерные игры. Мы очень много играли, проводили вместе много времени, и Катя стала для меня лучшим другом. А раньше ты говорил, что тебе понравились мои глаза. Ее, рассказывает девушка, Юй Тин покорил своей заботой и чувством ответственности. Уже через год после знакомства они стали мужем и женой. Правда, сначала пришлось побывать в Москве. Но не ради осмотра достопримечательностей, а чтобы получить справку из посольства, разрешающую гражданину Китая жениться в России. Отныне в единое целое. Взявшись за руку, вы пойдете на роль этой семейной жизни. Родители из Китая видели свою невестку только по видеосвязи. Но выбор сына одобрили. Самое главное для них, чтобы молодые люди друг друга понимали. Во всех смыслах. Просто разговариваем по-английски, по-китайски, по-русски, по-микс. Друзья, конечно, говорят ютинский язык. Очень странно, что когда я говорю по-английски с кем-то другим, меня не понимают. И только Катя меня понимает. И то, как говорит Катя, даже на других языках, тоже мне только понятно. Сейчас молодожены продолжают учебу в ВУЗе, привыкают к культурам обеих стран. Но пока точно не знают, останутся ли здесь или уедут в Китай. Главное, говорят, всегда будут вместе. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.